Это полотенец, это одноразовая полотенца, обычно такие используемые в парикмахерских. И это вот такая вот губка, которую мы будем пропитывать специальным геническим пеничным средством. Ученики кадетских классов средней школы номер 17 учатся комплектовать наборы с сухим армейским душем. В состав входит салфетка, которую пропитывают мыльным составом и полотенцем. Запрос на изготовление таких комплектов поступил от самих бойцов. Ведь помыться в условиях боевых действий задача непростая, а такие наборы – настоящее спасение. Воды нужно совсем немного. Сейчас у меня в руках под стопку к водичке, я ее туда навел. И сделаю так, чтобы образовалась пеночка. После того, как салфетка вспенилась, ей можно намылить себя, а затем полотенцем стереть остатки. Смывать не нужно. На изготовление одного такого набора у ребят уходит несколько минут. За пять минут удалось собрать 30 комплектов. Было очень интересно делать. У нас присутствовали гости, депутат. Мы поняли, как просто это делать, но для бойцов это очень важная вещь. Для ребят особенно важно помогать бойцам. Один из преподавателей школы, учитель физкультуры Алексей Сенченко, в феврале ушел добровольцем на фронт. Они очень хотят, чтобы он получил их посылку. Мы узнали, как еще можно помогать людям в специальной военной операции, какие еще есть помощь, которую мы можем им представить. Мы узнали больше о том, как им там живется, как им помогает. Нам рассказали про то, какие письма им доставляют, как они на них реагируют. Школьники не только пишут письма и готовят средства гигиены для бойцов. Также они отправляют на фронт окопные свечи, плетут маскировочные сети. В общем, помогают, чем могут. Говорят, что активно занимаются волонтерской деятельностью и осознают, насколько это важно. Многим, наверное, покажется, что как это так, ученики проявляют инициативу. Я вам скажу, молодежь у нас золотая. Такие мастер-классы проводят два раза в месяц. Следующие запланировали после весенних каникул. Всего в период с января по март в зону СВО ребята отправили 500 наборов с сухим армейским душем. И останавливаться они не собираются. Анна Наприенко, Александр Рожевский, Щелковское телевидение.